Гонка Никаких возможностей смухлевать у спортсменов не было. В этом же году организаторы изменили правила и добавили 4 группы участников. Это виндсерферы, тоники, где длина судна больше 9 метров, полутоники длиной до 9 метров, четверть тоники с длиной судна в 7,5 метров. Первый зачет – это по пересчету, как обычно, с мерительными свидетельствами. Все у нас подсчитывается, все результаты пересчитываются, появляется исправленное время и в итоге победители. И также ведется основной зачет, так называемый, по абсолютному времени. То есть тот, кто пришел первый, тот и остается первым в группе. За эту победу мы будем вручать переходящие кубки во всех группах. Волны, ветер и азарт. Всего 20 яхт и 10 виндсерферов. В открытом первенстве приняли участие спортсмены из Ульяновска, Самары, Казани, Тольятти и Димитровграда. Главное для команды – выбрать лучшую точку для старта, чтобы не мешать соперникам и при этом выбиться вперед. Ведь 50% успеха зависит как раз от удачного старта. Соревновались в двух дистанциях по 10-20 километров. И, как было сказано ранее, совсем не обязательно, что яхта, финишировавшая первая, займет первое место. После заплыва судейская коллегия сравнивает истинное исправленное время и по специальным коэффициентам высчитывает итоговый балл. У нас будет учитываться, кто первый пришел, и у нас есть свои померилки, у каждого своя есть померилка, будет пересчет. Учитывается также правило, чтобы не было фальстарта, чтобы правильно огибали знак. Парусный спорт – это в первую очередь технический вид спорта. Огромную роль играет начинка судна и качество парусов. Но все-таки самое главное для спортсмена – чувствовать ветер. В шутку яхтсменов называют людьми ветра. Мы, их смены – это те, скажем так, люди, которые очень чувствуют ветер, очень хорошо его чувствуют, как он дует, откуда дует. И вот это основное, скажем, везение, так называемое, которое присутствует тоже, оно в основном идет и везет тем людям, которые очень хорошо чувствуют ветер, чувствуют лодку. Удачно стартовать, во время поймать ветер, поставить парус под правильным углом, а главное – действовать слаженно. Ведь в гонке важна каждая секунда. По итогам среди четверти тоников победила команда, выступавшая на яхте «Пинта». Первым полутоником стала яхта «Джан». В самом тяжелом классе «Тоники» победила яхта «Сани», приплывшая к нам из Самары. В заплыве среди спортсменов-винсерферов победил Рустам Ахметов из Ульяновска. Дарья Сударева, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды.